Привет, друзья! Меня зовут Дексер. Перед началом этого видео подпишись на мой канал. Вот скажи мне, для чего тебе смотреть ролики, не подписан на мой канал, если ты смотришь постоянно мои ролики? Это вот вечный вопрос. И так очень много людей смотрят мои ролики и не подписаны. Давайте не поленимся, прямо сейчас тыкнем и забудем про это на всю жизнь. Больше никогда не будем к этому вопросу возвращаться. Пальцем тык-тык-тык-тык готово. Наш путь к 10 миллионам подписчиков. Мы скоро до этого дойдем, друзья. Погнали! Недавно я сидел в припаркованной машине, ко мне подошел школьник, я спустил стекло, он сфоткался со мной, узнал меня, а потом попросил у меня 150 рублей. Я по фану начал снимать, чтобы он повторил все это еще раз на камеру, и из этого получилась целая история. Так, подожди, давай еще раз, что ты у меня попросил? 150 рублей. 150 рублей для чего тебе нужны? Не важно. Ну стой, я же не могу тебе дать деньги, ну то есть может тебе на сигареты там или как бы на что тебе 150 рублей. Просто смотрите, ребят, мы сейчас с чуваком сфоткались, и вот такое вот бывает иногда, то, что я фоткаюсь, а потом вот такое вот происходит. Я тебе, как бы я тебе дам 150 рублей, но вот на что они тебе нужны? Давай я сяду к тебе в машину и поговорю. Ничего себе ты даешь. Ну а что у тебя случилось? Ты мне скажи вкратце. А я сейчас решу тогда, ну вот сядем в машину или не сядем. Ну, выходил из дома и увидел, как два пацана скручивают колпачки из батиной машины. И я испугался к ним подойти. Стоит, реально произошло? Ну давай сядь, ладно. Спасибо, а то очень холодно на улице. Давай рассказывай, что у тебя. Ну у меня батя тренер по боксу. Ага. Вот. И он начал... Еще раз вкратце, когда ты скрутил колпачки? Да, с машины. Моего папа. А я, это, ну испугался к ним подойти. Ага. То есть ты видел, как они скручивают? Да. Началась история, которую я прям обожаю. Это моя самая любимая история. Колпачки обожаю. Две тысячи двадцать третий год на дворе. Школьники скручивают колпачки. Я вот когда вышел, я начал снимать на видео, как они скручивают колпачки. Ага. Я им крикнул, а сам испугался к ним подойти. Вдруг они меня тут. Я понял, у тебя 150 рублей, нужны колпачки. Да. Кто это сделал, ты можешь мне сказать, ты знаешь этих людей? Ну, я тебе сейчас позже видео покажу. Парень просил у меня 150 рублей, чтобы купить своему отцу колпачки и накрутить их обратно, пока он не заметил эту пропажу колпачков. Ну, это такая мелочь, да? Забавно. А для него это репутация перед отцом. И для него это не забавно. Вот для нас это забавно, а для него нет. Пока мы ехали к месту трагедии, он показал мне ролик, который снял, и я, если честно, просто охуел. Отойдите от машины. Вы что делаете? У тебя, блядь, проблемы нахуй. Это машина моего отца, что вы с ним делаете? Еще меня ебать, блядь. У тебя проблемы нахуй? Что вы сделали с машиной, вы ее поцарапали? Мне по***ть, что я сделал с этой машиной, я тебе ноги переломаю. Что ты папочке скажешь, хуй? Год будешь на костылях ходить, долбанец. Мне это напомнило детство, когда я, вот прям, наверное, мне было лет 7-8, у меня был целый пакет фишек. Я играл в фишки, мы с пацанами играли в фишки на асфальте, тогда это было очень модно. И ко мне подошел один гопник, реально гопник, и сказал, фишки отдал, и на счастье въебу. А он ставился тем, что он въебывал многим. Он просто отжал у меня самые редкие мои фишки и ушел с ними. Вот это, то, что мы с вами увидели, это абсолютно то же самое. Давно это произошло? Часа 2 назад, я шел в пятерку, ну, и тебя увидел, решил обратиться за помощью. Понял тебя, ну, пойдем. Охренеть, ребят, вы представляете? Оказывается, есть еще здесь такие люди, кто скручивает колпачки, и они еще начинают угрожать жестко. Паши жестко угрожают. И что, их вот здесь вот скрутили? Это трагедия, ребят, вы помните? Вы помните, я вот такой вот снимал? Сколько у меня роликов про это снято? Это просто трагедия. Реально скручены колпачки с тачки. А что за колпачки-то были? Они были железные. Папа их с Алиэкспресса заказывал за 400 рублей, и я их хотел ему вернуть. Думаешь, он расстроится, когда узнает, что колпачков нет? Он сильно расстроится не из-за того, что колпачки скрутили, а из-за того, что его сын ничего не сделал. Блин, пустяки вроде, да? Но его отец тренер по боксу, и сам факт того, что он не дал отпор этим школьникам, и то, что они взяли над ним, так сказать, доминацию, если отец его об этом узнает, он, типа, перестанет его уважать. Он потеряет репутацию перед своим отцом. Да, друзья, в этом городе живут реальные пацаны. Те самые реальные пацаны. Я хочу, чтобы меня отец уважал, ведь каждый пацан хочет, чтобы его отец уважал. А я сейчас хожу очень грустно из-за того, что... Чувак, ты очень раскис. Я, ну, блин, слушай, не переживай так сильно, пожалуйста. Все, давай не будем на счет этих пустяков переживать. Давай с тобой сядем в машину. Давай с тобой снимем видео. У меня есть на примете... Там есть лица этих школьников, которые ты показывал? Или он в маске был? В маске был, не видно. Пойдем в машину сядем. Ты смотрел мои последние ролики? Да, я видел то, что у тебя много роликов на канале, мешает клопачков. Ну, там последние ролики были про АУЕшников, видел их? Это были АУЕшники? Похожи были на них, нет? Ну, они очень наглые были и общались. То есть, возможно, похожи, да? Да. На тот момент я подумал, что ничему жизнь не учит этих пи***юков. Сразу в голову пришел Эрик и его шайка, которые постоянно гуляют в этом районе. Я предлагаю, знаешь, что сделать? У меня есть номер Эрика, который вот самый дерзкий в этой тусовке. А вместе с его номером у меня есть его адрес. Вот, потому что я раздобыл его адрес, и мы с тобой можем сейчас просто к нему поехать и спросить насчет, как бы знает этих чуваков, не знает этих чуваков. Ну, давай, сделаем так. Ну, если у нас все это получится, то я приду домой и расскажу отцу все, как было. Может, он хотя бы здесь порадуется. А то в школе одни двойки, тройки. Ну, короче, проблемы в школе. И достижениями в спорте я его никак не радую. Вот мой отец в моем возрасте ездил на областные соревнования и выиграл. А я поехал и после первого удара упал в нокаут. Мне кажется, проблема здесь не в том, что ты слабый или что-то у тебя не так. Ты просто как-то перестал верить в себя, мне кажется. Ты вот смотри, вот ты вот посмотри, какое у тебя настроение. Ты с таким же настроением дрался, скажи мне? Да. Если ты дрался с таким же настроением, то неудивительно, почему ты проиграл. Неудивительно, почему ты в нокаут. Потому что ты думаешь не о том, о чем нужно думать. Тебе нужно перестать расклеиваться. Слушай, вот скажи мне, ты умеешь улыбаться? Ну, улыбнись сейчас. Ну, вот просто улыбнись сейчас в кадр. Ну, вон, можешь же смеяться, можешь же улыбаться. А что ты такой, это, кислый-то? Ну, вон, видишь, смеешься, улыбаешься. У тебя есть друзья? Ну, а что тогда? У тебя, значит, все хорошо. У тебя есть друзья, у тебя есть родители. Все окей, то, что колпачки за 100 рублей скрутили, что теперь? Четвер переживать, что ли? Если у тебя всегда будет такое настроение, ты будешь везде всегда проигрывать. Не только в спортивных достижениях, но и везде. Ну, все, давай, не расклеивайся, чувак. Все, погнали сейчас к этому школьнику. Все, решим. Посмотри сюда, ну, что ты смотришь в пол? Все, не ссы, давай кулачок. Поехали сейчас, да? Все, разберемся. Мне слили настоящий адрес Эрика, и я решил устроить ему полный неждан, и он не знал о том, что у меня есть его адрес. Поэтому это получилось для него довольно-таки стрёмно, как вы узнаете потом. Ребята, он сейчас просто охереет. Это просто будет сейчас разнос. Это просто будет разнос. Я реально узнал его квартиру. Стой, 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 стой. Выйди, выйди. Выйди, выйди, говорю. Что ты? Ты один? У меня мама. А, мама там туда выходи. Что ты? Ты кормой. Выходи, сейчас, говорю. Сейчас я выйду. Выходи. Сейчас просто охеряем. Он начал дверь закрывать. Проживает. Ты рассказывай, что я забыл. Если сейчас вот ты не будешь делать, что я тебе скажу, помнишь, что вы у меня айфон украли? Да. Сумку там вот эту. Все помнишь, да? Вот я тебе предлагаю это все отрабатывать, как бы свою карму исправлять потихонечку. Сейчас ко мне школьник подошел там, вот сказал, что у него колпачки скрутили. У его отца скрутили колпачки. Вот я подумал, что вы. Я спросил твой адрес, узнал твой адрес, приехал к тебе. А не мы. Хорошо, тогда ты мне поможешь узнать, кто это. Поедешь со мной сейчас. Я сидел, поможешь. В смысле, если ты не поможешь. Я не захочу помогать себе. Но ты забыл, да, что будет, если ты не захочешь мне помогать в чем-то? Вы хоть раз к моей маме пришли, с тех пор, как машину помыли? Нет. Ну вот, дружище, нужно тогда отрабатывать. Ты помнишь слова Андрея, помнишь? Ваш диалог в машине, когда вы с ним разговаривали, как вы там... Хорошо, сейчас вы. Все, давай. Как только про Андрея вспомнил, сразу как миленький. Что за кипиш у вас вообще? Ну что, Егор, это он скрутил? Короче, я не знаю, он это скрутил или не он скрутил, но он сейчас поедет с нами. Вот, он нам подскажет, кто это может быть и так далее. Короче, будет с нами искать этих преступников. Он сейчас обосрался по полной программе, когда я к нему пришел, чувак. Это просто... Просто адрес слит, я к нему стучусь. У него там мама, да? Да, у тебя там мама, папа, да? Все, короче, дома. Чего, вот знакомься, Пашок. Вот с тачки его батя скрутили колпачки. Ну это не наш делал. Не нашел. Ты можешь предположить, кто это может быть? Твои друзья, ваши там, не знаю, кореша, с которыми вы гуляете. Там вы тусуйтесь в этом районе. Чего у тебя за батя тачка? Кашкай. Ну я знаю таких еще и обувь о них, которые, ну, скручивают колпачки с тачек, которые подешевле. Ну это есть, например, которые крутят, например, с BMW, с Mercedes, таких тачек скручивают. А эти ничего и обувь, они только и скручиваются, и с Жигулей сядут. Так у него же Кашкай. Ну, все равно дешевые. То есть это тоже относится к сегменту дешевых машин, да? Ну я понял, поехали, поможешь нам? Поехали. Не приходи больше ко мне домой, мне забывал дома. Окей, договорились. А ты что, типа охерел, да, когда я пришел сейчас? Конечно. Короче, мы посадили его в тачку, и всю дорогу, пока мы ехали к Кашкаю, он реально думал о том, по моей просьбе, естественно, кто это мог быть. Он реально об этом думал и реально на удивление хотел нам помочь. Ну хотя, почему на удивление? Андрюха как бог. Андрюха все видит. Это вот с него скрутили? Ну вот, с Кашкая. Я же так говорил, что Кашкай. Ну я походу понял, кто это сделал. Ну кто? Ну, есть, короче. У тебя номер телефона есть этих людей, о которых ты сейчас говоришь, что ты понял? Есть. Ну давай позвоним им? Давай лучше сделаем так. Смотри, если я им сейчас позвоню, они по-любому что-то заподозрят. Что они заподозрят? Просто позвони, спроси, что. Я скручиваю, не скручиваю. А что ты не общаешься, у тебя же есть номер телефона? Давай я позвоню. Зачем? Давай, смотри, поймаем их так. Сейчас сделаем, расклеим объявление, то что скупаем колпачки. Да это какой-то бред. Я тебе говорю, они попадутся. Ну а почему я сейчас не могу им позвонить, просто позвать? Потому что они не придут же. Они скукуют. Легче мы сейчас это сделаем. Поймаем их тут. И все, берем колпачки и отдадим Паше, Паше нам убать. Сначала я подумал, что бред. Отдать бы одну тысячу рублей этому школьнику и вообще про все забыть. Но контент контентом. И раз я начал это снимать, нужно сделать с этого полноценное видео для вас. Это моя миссия. Да и Эрик, в принципе, оказался прав. Какой вор с поличным придет сдаваться вот так вот? Никакой, скорее всего. Поэтому нужно делать то, что он говорит. Что ты предлагаешь? Сейчас распечатать объявления тогда? Да, да. Какие объявления? Скупаем колпачки. Там сколько? Ну рублей сто. Я тебе говорю, это все сработает. Потому что они что и делают? Берут вот эти колпачки, крадут их с каких-то дешевых тачек, да? И продают им каким-нибудь мелким пацанам с района. И все. Вот на что максимум они способны. Что, вот тебе объявление, подойдет? Только что сделал. Держи скотч, будешь клеить. Ну, объявление все нормально с ним. Почему я так клеить буду? Не помню. А у тебя какие-то вопросы есть насчет этого? Давайте вместе поклеим. Я замерзну. Ну, а нам кажется, что мы замерзнем. Это же твоя идея, прикольное объявление поклеить. Просто мне поможешь, просто на машине довезешь. Ну, давай, я тебя буду увозить на машине, ты будешь клеить. Ну да. Договорились? Хорошо. Все, давай. Стой, 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 тормози, тормози. Сейчас вот здесь по бринку надоеду. Смотрите, какой молодец. Сейчас пойдет, клеивает по своей тактике. Не знаю, работает ли его тактика, это мы узнаем скоро. Прям на знак, что ли? А что, нет? Все, поехали. Я тебе говорю, они тут раз 20 сзади ходят своими бабами. А у тебя есть девушка, кстати? Есть, ты что? Есть? Да. Как зовут? Ну, закажи секрет. Ну, как зовут? Секрет. Ну, а что ты, расскажи? Нет. Интересно, а что там такого? Нет. Или у тебя парень? Ты еще дурак? Парень у тебя, понял? Ну, а что ты не можешь даже имя своей девушки назвать? Не смешно? Не, а что ты своей девушке стыдишься или что? Не смешно. Давай, едь дальше. А ты стыдишься своей девушке? Я согласился тебе помогать, давай, едь. Я тебя понял, короче. Что, иди вон объявление, клей. Ладно, я тебе покажу, чтобы ты там не писал, не говорил про ничего в своем ролике, то, что ты какой-то петуша. Работа моя девушка. Петру, блин. Ты согласился помогать? Давай, все, я верю тебе. Вы клеили объявление, и Эрик на самом деле угарный тип. Я троллил его всю дорогу, и он даже засмущался. Вы прикиньте, Эрик засмущался. Все, хорошо, это твоя девушка. А у вас есть фотка, где вы целуетесь, кстати? Нет. Нет? А зачем тебе такая фотка? Ну, это непонятно, какой-то случайный показал, как будто. Ты дурак. Это моя девушка, я с ней уже несколько месяцев вместе. Ладно, все, верю, иди в объявление, клей. Чего ты вообще меня снимаешь? Зачем тебе это надо? Ну, ты понимаешь, ты интересен подписчикам. Вот сколько тебе лет? Нет, 22. Вот, 22, да? Да. Мне 14, я такой фигнёй не занимаюсь. Ну, а ты чем занимаешься? Я? А, это уже... Ты же не фигнёй занимаешься, а хуйнёй. Держи. Ну, давай. В общем, мы обклеили весь район, разошлись, потому что, естественно, сразу никто звонить не будет. Неизвестно, через сколько бы нам позвонили. Но позвонили, первый звонок уже был через день. Я для вас его записал, потому что под рукой была камера. Можете посмотреть, это угар. Алло. Алло, да? Да, здравствуй. Я звоню по поводу скуки от запчастей. Там пары, колёса. А, знаете, не актуально. Нет, не актуально. Нет, не актуально. Мы просто, если честно, такую историю у нас здесь, что у нас школьники клопачки скручивают с машины. Вот, пытаемся поймать. Ничего себе. Да, поэтому мы тут расклеили, где они тут бегают. Вот, поэтому ищем их. Ага, ладно, спасибо. Ладно. А, ну, до свидания. Чего, наверное, сейчас просто охренел. Школьников, которые клопачки скручивают ищем. Мне позвонил мужик, который реально поинтересовался объявлением. И это на самом деле очень смешно. Чтобы вы понимали, я все эти дни сидел вот так с телефоном. На готове у меня была камера. И я хотел снять вот каждый незнакомый номер. Я сразу начинал снимать. Потому что я не знаю, кто мне позвонит. Вдруг это по объявлению. И вот мне позвонили, у меня не было под рукой камеры. Вот как назло. Я записал разговор на диктофон. Мне позвонил какой-то дюк. Алло. Вы скупаете клопачки и детали на машину? Да-да-да, мы. Слушай, смотрите, у меня есть много разных клопачков. Полный набор клопачков, то есть четыре штуки. Как и единичные, там, с лагом России, от Porsche. Скажите, стойте, стойте, скажите, пожалуйста, не запечатанные у вас клопачки, получается? Все упаковано? О, нет. То есть без упаковок, да? Ну, не, есть там пару штук с упаковками. Как же, у него на развес, что ли? Ну, можно сказать так. А, так, еще раз. С каких машин, на какие машины есть, сказали, Porsche? Есть на Porsche, на BMW, на Mercedes и с флагом России. Из таких, если брать. А так в основном все металлические, да? Да-да-да, металлические, обычные там. Да, мне очень интересно, в каком количестве? Ну, смотрю, какие вам нужны. Ну, в целом у вас большие объемы, да? То есть можете поставлять. Ну, да-да-да. Просто сегодня, знаете, такое количество нужно, а завтра уже другое. Ну, и, то есть, непонятно. Можем с вами постоянно работать, постоянно вас покупать? Ну, да, будет прекрасно. Понял. Давайте сегодня встретимся, если удобно. Да, хорошо. Вы захватите тогда все, что у вас есть? Хорошо, услышал. Все, а вы в Ногинске находитесь, да? Да-да-да. Все, все, хорошо. Сейчас я напишу адрес. Это сумасшествие. Эрик, зная всех школьников, был прав. То есть, реально, вот их психология работает одинаково. Если Эрик мне говорит так делать, значит, так нужно делать. Мы расклеили объявление, позвонил школьник. Все, мне сказал, что у него там колпачки с Порше, колпачки с Мерседес. Я забыл только спросить, есть ли у него колпачки с Ниссан Кашкая. Вот что я забыл узнать. Где он с Порше только скрутил колпачки в моем городе? Там Порше и-то нет. В общем, я договорился встретиться с ним прямо в ближайшее время и сразу же написал Эрику и Паше, чтобы они прямо сейчас подгоняли, немедленно бросали все свои дела и подгоняли, потому что, кажется, кто-то клюнул на нашу удочку. Ну что, наступил следующий день. Вы пригнали просто очень быстро. Они будут где-то через 20 минут, уже, наверное, через 10, пока вы ехали, потому что я через час поставил. Они должны быть где-то вон там. Встречу где-то здесь записываете. Я вам все рассказал, пока вы ехали, что вам нужно делать. Окей? Я же тебе говорил, они попадут. Ты с ними общаешься, потом ко мне их сюда подводишь. Вот. Это, походу, какие-то новенькие. Ну, какие-то вообще пиздюки, мне кажется. Нет? Ну, не знаю, новенькие какие-то. Ладно, давай, сначала ты все делаешь. Я тебя буду снимать, ты на диктофон свой голос пиши, хорошо? Хорошо. Все, давай. А мы с тобой, Паш, тогда в машину. Давай, садись пока в машину. Паш, ты назад садись, чтобы тебя не было видно. Так, где-то там. Я им скинул точку прямо там вот за домом. Хорошо. Именно за домом. Я, короче, тогда, смотри, приведу их сюда. Да, 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 если они стоят там за домом, если они в конце дома стоят, приведи их сюда, хорошо? Хорошо. Ну, все, давай. Как они примерно выглядят? Я не знаю, чувак, вообще без понятия. Я только знаю голос, а голос я тебе скидывал, как они уже говорили. Ну, увидишь, наверное, два пиздюка каких-то, потому что голос был, как будто ему лишь 16. Давай, диктофон главное не это, окей? Ага. Все. Мой план был просто наикрутейшим. Мою тачку пока никто не знает. Я вот так вот сел в машину, спрятался вот так под сиденье, достал вот так телефон и начал незаметно снимать. У Эрика был микрофон, на который он все записывал. Мы ждали, пока они подойдут за дом, потому что договорились встретиться. Прямо назвали адрес этого дома и сказали, за домом встречаемся. Ну, что, пацаны, колпачки вы продаете? Ну, да, я сейчас. Поскольку. А ты будешь покупать? Да, я буду покупать. Блядь, смотря какие. Может, ничего у тебя есть вообще? Ну, много, большой выбор. А какие, ну, скажи. Ну, в данный момент, если ты у нас сейчас нам не позвонил. Я вам сказал, кореш мой звонил. Ладно. Просили металлические, вот они. Да, нормально. А что, сколько вообще зарабатываете на них? Зарабатываем много, подождите. Ты покупать вроде хотел. Ну, в чем проблема? Ну, куплю. Я просто спрашиваю. Зарабатываем нормально. Бабки имеем. Сколько? Ну, вот примерно, скажи, за месяц сколько у вас уходит? За месяц? Ну, двадцатку, тридцатку можно делать на них. Ну, грубо говоря, на лицо. А у вас что, лишние какие-то или вы что-то делать здесь скручиваете? Ммм, когда находим. Когда едем на парашку. То есть, ты идешь, у тебя по дороге колпачки валяются, да? Совсем между двоей. Пацаны. Задача Эрика была вывести их на чистую воду. Он них спрашивает уже прям в лоб. Скручиваете? И они не признаются. Они не признаются даже Эрику. Но смотрите дальше. Вот если я тоже хочу заняться таким бизнесом. Бля, погоди. Ты либо покупай, либо иди на... Ты нормально сговорю. Я тебя спрашиваю, интересуюсь. Я у тебя куплю их. Ты что за ним даешь? Я тебе говорю, я интересуюсь. Все, давай. Вот смотри, я тоже, может, хочу в бизнес попасть. Как мне это сделать, чтобы с вами там работать? Никак. Ну, я говорю, а вы их скручиваете же, да, по-любому? Когда как, я говорю. С каких машин скручивали? Говорю, сразу бы. Из БМВ. Последний раз, когда скручивали. С Бентли. Последний раз, говорю. Тогда. Я угораю. Эрик все-таки докопался, все-таки докопался до своего. Хоть это было и так понятно, что это они, они ему признались в том, что они скрутили все эти колпачки. Ну что, пойдемте в тачку. Еще у меня там короче сидит, бабки дают. Да, давай. Ну вот, зеленый мустанг. Да, ну. Что, выходим, давай. Пойдем. Сейчас с ними пообщаемся. Добрый день. Сейчас рассчитаемся, пацаны. Добрый день. Добрый. По колпачкам, да? А что, можно посмотреть? На том лицо вот этого пацана. А? Нет. Нет? Нет? Вообще, давай. Ни разу. А это что, вы на пи*** колпачки или что? Нет, бывает по-разному говорю. А камера, что тебе нужна, зачем? Ну камера сейчас узнаешь. Сейчас ты узнаешь, зачем тебе камера. Не знаешь его, да? Ну допустим. А что, допустим, что ты ему говорил вчера? Или позавчера твое еб***ь там было на камере, когда ты ему говорил? Ну. Что, ну? ПДН по делам несовершеннолетних знаешь, что такое? Да. Да, вот сейчас туда поедешь. Сейчас туда отправишься, прямо сейчас. Я тебя туда отправлю, понял? Будешь так общаться. И что будет? Знаешь, Эрик, что ему будет? Да, я знаю. Ты будешь каждую неделю туда ездить, отмечаться. Понимаешь? Да. Где-то надо, да? Каждую неделю будешь отмечаться, родители твоих поставят в известность, что ты скручиваешь колпачки. Маску свою сними. Мы с тобой без маски разговариваем. Мы с тобой без маски разговариваем? Ты что, маски? А ты что, его сообщник или что? Он был вчера здесь? Был. А ты что, молчишь стоишь? Не, маску мы с тобой без маски разговариваем. Да пусть ему что? Ну что мы делать-то будем с тобой? Нет, слушай, какие-то новики. Моя задача была решить этот вопрос и их напугать. В голове у меня был четкий план, которого я придерживался. Я здесь все знаю кто-то. Ты его не знаешь? Нет, ну нет. А вы здесь с какого хера сюда задесали все это травяло, еще колпачки скручивают? Я тебе сказали, что есть машинки прибыли. А вы с какого хера? Я тебе говорю про твои проблемы, которые у тебя будут происходить. Ты вообще смотрел видео на ютубе про скручивание колпачков и так далее? Да, меня же до сих пор не поймали. Вот тебя снимают сейчас, вот тебя поймают, твое лицо теперь все будут знать. Что, ты будешь еще... Популярен. Как тебя зовут? Это уже не важно. Каскай. Бибельная машина, да? Да, мы ждем. Клпачки-то нормальные. Мы сейчас с тобой отправимся, я тебе говорю, в полицию. Без проблем. А, без проблем, то есть ты готов, да? Получишь, ничего не боишься, не боишься, что тебя там... Сколько тебе лет? Мне? Хотя, мне кажется, это немного недолго. Тебе сколько лет? Ну, 16, допустим. 16, допустим. Тебе сколько лет? Тебе сколько лет? 15, допустим. Ну, смотрите... Попадете? Вот, смотрите, я тебе объясняю, вот, допустим, да? Да, во-первых, вы попадете. Во-вторых, я тебе объясняю. Я стою такой, их отчитываю, и понимаю, что происходит какой-то пиздец, как будто это какой-то, ну, как будто это нереально происходит. Эрик, я Эрику дал подержать колпачки, и он, сука, начал с ними убегать. Вы прикиньте, он начал убегать с колпачками. Это нормально, пиздец. ты куда побежал какие дорогие ты чё дебил что это чё сейчас было чё был замов вообще это чё сейчас было вообще такое что случилось мне сказали то что они дорогие какие дорогие слишком тучу тупой что ли совсем эрик ты чё тупой ты еблан скажи мне пожалуйста сейчас что сделать ты решил украсть колпачки что ли эти ты нахера что сделал тихо 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 отошел отойди от него ты чё блять это уже не твои колпачки понял это уже не твоё что допустим я так понял ты дерзкий ты вообще не хочешь да то есть признавать свои ошибки и так далее ну допустим на понятную машину поговорим сядем представляете он мне помогает в том что я ему что я попросил и берет и убегать вот как это могло в голову прийти стоять с колпачками пока я отчитываю этих школьников и с ними убежать пойдемте пацаны ты ты делаешь вот объясни мне как тебя зовут еще раз допустим 15 допустим 16 допустим чё тебя сюда пустим то а чё ты четко не можешь отвечать только как тебя зовут не можешь свои поступки ответить стал допустим давай с той стороны садись вперед поговорим охуевший просто реально давайте прыгайте тоже назад чё ну чё стас допустим чё мы с тобой допустим будем делать ну вроде там грозились участок отвести сейчас поедем в участок это понятно я предлагаю еще знаешь что сделать ну встретиться встретиться на днях когда тебе удобно там завтра после завшую каникулы сейчас в школе вот завтра после завтра встретимся вот своим дружком и обратно накрутим все колпачки которые сняли у вас там много я не хотел я не знаю что на меня на что ты крыса слушай а ты красавчик слушай ты красавчик давай тебе кулачок просто чё ты ржешь ты смешно даже как-то смешно с вашим дружком получилось я не знаю что на меня на что разводить таких как он на бабки очень легко ты с какого хера блять начал ты с какого хера начал убегать сейчас мы с тобой ловили ты хотел их продать они сказали то что они очень много можно их продать внимание чтобы их продать да ты вообще с ума сошел нахер и серьезно выйди из машины я серьезно говорю выйди из машины иди домой но ты конченый просто я не знаю как с тобой вообще общаться закрывай дверь закрывай дверь закрой дверь иди слушай эрик иди отсюда я тебе говорю все мы едем в политический участок как я и говорил устраивает такое устраивает что мы сейчас поедем да я выгнал эрика потому что у меня просто пердак взорвался мне что-то говорит я это не воспринимаю я даже не понял как он сел в машину ко мне я просто камеру поворачиваю а он в машине сидит и у меня что-то вот так пердак взорвало так у меня с этого бомбануло что я ему говорю пошел отсюда нахер я не могу это переварить не могу переварить такие действия что за тупость вообще что за тупость а дальше эти два школьника которые сидели вот эти воры они согласились со мной поехать в полицию добровольно типа такие ну поехали в полицию они добровольно говорят поехали я им говорю сейчас поедем в полицию а я реально был настроен ехать в полицию реально настроен на это они такие говорят хорошо поехали в полицию я говорю да без проблем поехали в полицию то как мы приехали в полицию будет по первой ссылке в описании в моем телеграм канале там уже вышло продолжение и вам просто нужно скачать телеграм перейти по ссылке и все и подписаться потому что там выходит дохренища нового контента У меня были все видеодоказательства Вот эти вот записи, как они угрожали школьнику Вот когда они скрутили колпачки Которые снял Паша Все это было и мы реально поехали в полицию Ссылка в описании Попрощаюсь с вами уже в телеге Потому что, ну, нужно подписаться на мою телегу Так как это моя вторая основная соцсеть Субтитры создавал DimaTorzok